всем привет начинаю с района гальянова именно здесь я живу тачка стоит там слава богу никто не эвакуировал на улице достаточно холодно хорошо что я на машине работаю очень поздно начинаю работу потому что весь день сидел за компьютером не знаю два-три заказа если успею сделать то будет очень хорошо вот тачка как стояла так и стоит принципе нормально припарковал ну что колеса вроде никто не спустил так машине тепло достаточно можно вообще ни печку не включать не кондиционер достаточно комфортная температура так как начинаю я в темное время суток скорее всего будет достаточно короткое видео мы посмотрим как получится смотря до скольки я буду работать я вот думаю сейчас время 19 00 до пока доеду до центра уже 8 будет может вообще обратно домой поехать я не знаю что если не накатаю скорее всего очень мало короче дома потренировался и потому что весь день дома сидел за компьютером поджимался там по приседал в душ сходил кофе попил и все теперь можно работать но вы доезжаем до тканность сегодня смотрите не очень а нет коэффициент есть долгая поездка с соколова мещерской улице и заказ отменили как так можно чем была проблема пробки при этом мощные а кэп и сегодня меньше значит правильно сделал что я не выходил день не такой уж удачный наверное и еще я включил устроенную навигацию попробую сегодня один заказ выполнить просто он быстрее срабатывает пока яндекс навигатор откроется очень много времени проходит там каждая секунда важно это пока заказов нету очень странно давайте еще раз посмотрим кэфы что у нас по кэфам это раз оконники подъезжают трем вокзалом да сегодня действительно очень слабо я не знаю с чем это связано какой сегодня день среда да да очень слабо сегодня по сравнению социальными днями надо бы хотя бы аренду отбить короче нужно 3000 накатать потому что на балансе у меня 3500 есть уже чтобы я хотя бы сегодняшнюю аренду отбил я хочу в запасе иметь на балансе деньги и ни копейки не вкладывать в аренду своих денег есть не зря долгая поездка 55 километров очень хорошо сразу построил маршрут 300 метров тройный навигатор у нас будет одна остановка а это значит что пассажиров скорее всего двое вот такой заезд во двор стою на тротуаре рискую получить штраф 2 минуты 30 секунд бесплатного ожидания для клиента пассажир написал что уже выходит вот такая вот жизнь таксиста 1159 рублей оказалось не за человеком заезжаем а пассажирка деловая бизнес леди разговаривала о каких-то проектах т.з. по телефону она решила зайти магазин вот я ее ожидаю возле шлагбаума стою есть сейчас сзади кто-нибудь заедет мне придется его пропустить она оставила вот здесь свою сумку черную ценные вещи оставила пути мы находимся 16 минут и поедем на сумской проезд это чертаново принципе ничего сложного кайф на работу забыл поставить бесплатное ожидание просто 5 минут сидел еще толкался машину пропускал приехали за 1159 рублей а могло быть 1200 если бы я заранее включил ожидания активно 70 принципе отличный пассажир довез плавно уже где-то минут 20 а может и поболее заказов нет просто в холостую катаюсь поймал еще один заказ подачи три минуты 970 метров это у нас комфорт плюс по-прежнему работаю только по одному тарифу то есть лучше потерпеть и не включать остальные тачка то у меня дорогая нужно аренду отбивать подходит только к плюс сегодня еще два заказа точно успею сделать подъехали по адресу опоздание полторы минуты идет первый подъезд жду пассажира поедем аренский проспект 94 рублей 700 800 должно выйти ну да примерно так и есть 25 километров 12 отлично доехали вот моя дама пошла 579 рублей отлично блин ну доход очень слабый без кэфа все вечера были с кэпами а сегодня слабо еще на штраф бы не нарваться часто спрашивают какому парку подключиться водителям и курьером поэтому рекомендую тех кого выбрал сам эксперт парк работает более семи лет и в более 60 городах по всей россии и прошли успешно не один кризис подключают яндекс оси ядокс доставки комиссия всего 50 рублей в сутки и автовыплаты ежедневно и без комиссий а также есть моменталки и круглосуточная техподдержка а еще они открыли диспетчерский сетимобил по всей россии поэтому выбирайте надежного и проверенного партнера заходите на их сайт смотрите сертификаты ищите свой город и подключайтесь возвращаюсь обратно в центр при этом у меня таксометр включен я его вообще не отключаю сегодня нужно пылесосить все заказы но тем не менее вообще ничего нету хотя предыдущие два дня вы сами видели было очень классно заказы пока плюс валили они были с кэпами только внутри ттк вот так выглядит москва как видите не такой уж и фиолетовая как только выехал на садовое сразу заказ деле еле успел его принять вот то что обе руки были заняты и еду уже на него пять минут три километра поехали приехали в красногорск за 901 рубль отлично бонусы по городу от 150 рублей давайте кнопку домой включу не да мы с вами опять наблюдаем чудо ближе к ночи 2230 сейчас я еду в москву из красногорска обратно коэффициенты возрастают выгоднее все-таки работать ближе к ночи и пробок нету пока плюс имеется ввиду пробок нету и коэффициенты очень мощные ребята выходите в к плюс и все будет у вас хорошо просите свой эконом хотя в экономе тоже делают некоторые 15 день грязью ну а конечно же это редкость к плюс деньги вам гораздо легче дадутся просто нужно плавно водить машину и иметь опыт в такси хотя бы один год раньше у меня привычка была постоянно пить кофе до тачки и воду с собой возить сейчас у меня полное голодание я вообще ничего в рот не кладу и не наливаю это плюс то есть я не трачу драгоценное время на прием пищи распитие напитков и сознание ясное просто нужно дома нормально поесть и все еще в этом таксопарке где я машину взял в аренду такие условия если ты работаешь как самозанятый но кореньки нужно прибавлять еще 250 рублей только хотел сказать кое-что включил вовремя камеру 18 прикиньте двойной тариф почти с подачей 350 крутой заказ должен быть но скорее всего недалекий район прекрасный но не для водителей камера контроля скорости и камера контроля остановки сейчас будет там где я буду собирать своих клиентов очередной адрес покорен ехали сколько там 15 минут что достаточно быстро 14 минут 40 секунд 808 рублей отлично да вообще прекрасно пятерка 73 активность уже и на балансе мы видим 3278 рублей учат сегодня 4 еще много кэфов смотрите поехали дальше центр и таксометр пока не будем отключать и смотрите что я поймал видно и город видно и долгая поездка 4 минуты 2 километра исходя из этого мы можем делать выводы что к плюс хорошо начинается только после 9 вечера отлично стреляет вообще просто заказа заказом и нет пробок сейчас домой нет смысла ехать заказывали пробок нету сплошное удовольствие работать подъехал трамплин какой-то ресторан воробьевы горы вход а вот и маршрут видно и 38 минут 34 километра приезжаем до мкада и помкада денег ну что оказался в городе видно и радужная улица дом восемь тысяча тридцать семь рублей отлично уходим с линии и я заехал на заправку роснефть надеюсь что здесь есть туалет очень много машин скорее всего туалет быть заняты я так думаю куда бы встать только можно принципе и заправиться конечно но не хочу тратить бабки ладно я буду заправляться короче потому что смотрите полтора деления осталось смысл потом еще раз заезжать на заправку допустим через сколько там 150 километров уже сейчас заправиться полный бак наверно будут заправляться меньше нет смысла до заправлюсь полный бак наверное 95 какой заправить херс на 95 е6 вот это наверно лучше будет да или какой не знаю я пистолет еле-еле встает надо было под поближе подъехать оказывается я засунул пистолет от пульсара говорят что это топливо получше посмотрим такая сумма вышла хорошо что я не в дубае могу в москве снимать где захочу в общем-то пульсар сколько литров 51 литра 500 грамм это у нас получилось 2688 рублей не нормально кстати один раз заправляешься два дня ездишь меня на два дня хватает полного бака ну что погнали сейчас посмотрим или полный бак там до отсечки поехали дальше москву правильно сделали кстати что заправились одной заботой меньше все равно сегодня ночью пришлось бы заправиться а мы уже на мкаде поэтому все отлично все решено ехать обратно домой нет смысла себя там уже кэфы не те я мог бы еще заказ выполнить но уже спать охота и можно завтра уже выйти нет смысла реально напрягаться сейчас потому что пока домой доедешь поешь там все организуешь уже будет час-два ночи а сейчас уже 12.09 ты же не сразу ложишься спать еще душ надо принять найти место для парковки это минут 10-15 может занять а у меня на районе в Гальяново достаточно большие проблемы с парковкой домой еду холостой 33 километра где-то 16 минут осталось в принципе нормально по мкаду просто едешь и все смотрите как я поставил тачку вроде бы ничем не выделяется на машина вровень с другими стоит на дороге но сейчас я вам покажу один нюанс вот тут машина стоит на парковке то есть для нее отдельное место и остальные тоже а здесь больше нет парковочного места и дальше еще 95 регион тоже камри стоит вот и надеюсь что тачку не эвакуируют и ничего с ней не будет так вот здесь Гальяново тачку так просто не оставишь когда я жил на артековской на варшавке там было очень просто с парковкой а здесь такой район что здесь все понаставили тачки и каждый клочок земли ценится я нигде не вижу свободной парковки вообще нигде вот после ну к часу приезжаешь да мне кажется даже уже к 11 здесь ничего свободного нету свободных парковок это очень плохо плохой район признак плохого района нет свободной парковки просто негде поставить либо такие ограждения стоят как парковки 90 да ну братки держит скорее всего ты платишь там 1000 1500 и здесь участки специальные тросом огороженные там ставишь машину один раз я туда заехал и мне записку оставили не ставьте сюда больше машину первое китайское предупреждение было ничего с машины не сделали просто записка была но если бы я второй раз оставил были бы проблемы скорее всего с машиной надеюсь что машину за ночь не эвакуируют ну ладно если штраф придет до полторы тысячи если не положено месте припаковал какой-то штраф я не помню но если эвакуируют будет очень неприятно все всем спасибо что смотрели всем пока